Доброе утро. Сегодня будет влог. Я недавно встала. Я у меня гранулы. Тем, кто там ходит, свой влог снимает на это. И сегодня проведет день с сынами. Пошли гулять с собакой. Собака, пошли. Все, мы пошли гулять с Декстером. Я с салфеткой. Декстер в самые, конечно, места залезает. У нас прекрасная погода. У нас тепленько. И солнышко светит. Все, мы погуляли с Декстером. Я продрала глаза. Сходила в душ и хотела показать Найхер. Я заказала себе вот такой вот кремчик для лица. На самом деле он маленький, но мне такого хватает, ну там недели на две, на три, если я пользуюсь другим кремом. Вот такой вот еще взяла. Наконец-то, спустя практически месяц, у меня появился крем для лица. Но смотрите, несмотря на то, что не пользовалась кремом, у меня здесь шикарная кожа. Поэтому, если вам кто-то будет, я знаю, что блогеры американцы говорят, вот эта косметика самая лучшая. У меня такая кожа стала. Кожа стала хорошая из-за воды, из-за климата и влажности. Это базовый фактор. То есть, крем хороший, мне нравится, как он увлажняет, да, вот я попробовала. Но кожа у меня хорошая была, как бы, и без него, ну просто кремом это надо пользоваться. Вот, еще хотела сказать про дезодорант. Не покажу ничего органического, потому что, когда мы только переехали, жили в съемной квартире AirBnB. В аптеке маленькой, рядом ничего не было, поэтому Леди Спиксик. Но я купила себе соду и пользуюсь содой на ежедневной основе. Если куда-нибудь там очень-очень надо, чтобы была стопроцентная защита, то вот это вот химоза. Это единственное, особенно, что мне нравится. Я не хочу это как бы пропагандировать, потому что это не очень-то полезно, да, но вот у меня такое есть. Остальное это сода. Тимке скоро уже совсем идти в школу, я уже скоро буду подавать документы, тоже вас с собой возьму, поэтому, если интересно, подписывайтесь на канал, буду про это рассказывать. И английский он чуть-чуть знает, но сейчас мы очень активно продолжаем заниматься по онлайн-урокам в All-Right школе. Я сейчас покажу, вот у нас сейчас будет уже урок, я сейчас покажу, как проходят занятия. Сейчас ждем урока, вот здесь видно меня, здесь будет видно Тимку. Где-то за 5 минут до урока я прихожу, чтобы все проверить, настроить, и сейчас Тимка будет заниматься. Будет радоваться, а где грустить? Скажешь мне? Скажу. Отлично, давай посмотрим. So, what type of emotion is this one? How do you do? Радуется. Good. Charlie is happy. 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 What about this one? Он густит. Good. He is sad. 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 Good. Happy. Happy. Sad. Sad. И сначала я переживала, как Тимка будет заниматься. На самом деле занятия очень классно происходят. Учителя есть и англоязычные, и русскоязычные. То есть мы начинаем заниматься, и мы начинаем заниматься с русским учителем. И она, соответственно, подсказывает. Но Тимка очень быстро вошел в ритм и понимает. Еще хочу сказать, что там, ну, дороговато, на первый взгляд, но в пакет уроков, которые вы оплачиваете, помимо самих индивидуальных уроков, еще есть speaking club. То есть там разговаривают дети одного уровня на определенную тему. Есть учитель, который говорит, и вот они там, по-моему, пять человек максимум разговаривают. Мы будем в speaking club завтра. Можете посмотреть, например, в сторис у меня. И я еще оставлю скидочку на... Ну, как бы при покупке пакета вы получите два дополнительных бесплатных урока в подарок, если введете мой промо-код. Вот. И я получу два урока в подарок. И когда вы купите, в общем, пакет уроков, вы получите свой промо-код и сможете делиться им со своими друзьями и знакомыми. И будете также получать два урока в подарок, если кто-то из ваших друзей и знакомых запишется. Мы, собственно, вот так и занимаемся, я не скрываю, и нам очень нравится. И я думаю, что Тимка будет хорошо подготовлен к школе. А зачем тебе учить английский? Чтобы разговаривать с ребятами на площадке. Вот, чтобы разговаривать с ребятами на площадке. Чтобы общаться с людьми. Умничка мой, молодец. У тебя уже очень хорошо получается. Все, мы собираемся в бассейн. Тимка на море отказывается идти. Сейчас включусь вам из бассейна, покажу, как там и что. Бассейн у нас бесплатный. Все, по-моему. Готово. Мы собираемся в бассейн, а Декстер вот так вот сидит. А это козырка урока. Давай. А Декстер сидит на рюкзаке, говорит, меня не забудьте. Мама, ему нельзя в бассейн. Почему? Ну, собак нельзя в бассейн. Его на пляж тоже нельзя. Ну, он, конечно, не утонет. Он умеет плавать, но лучше не надо. Почему? Ну, не все хотят купаться там, где купается собака. Поэтому на наш пляж даже с собаками нельзя. Декстер, Декстер, ты сиди, охраняй. Зуб вчера потерял. Да, играл в мячик, зуб потерял. Ой, старишь. Посмотрите, тут жители не только игуаны, но вот такая вот красотка. Да, Белочка. Кушает орешек. Белочка, Белочка. Мы пришли в бассейн. Да, у нас есть такая вот карточка. А ее карточка не очень. Вот этим вот штрих-кодом, да, вот сюда прикладывай. Ой, давай, поднимай. Что надо делать? Так, прикладывай. Давай, давай. Вот. Пошли. Так, тихо. Пошли, мама. Все, а карточку дашь мне? Далее. Мы сканируем карточку и проходим. Иди, 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 иди. Давай, 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 давай. Все, и пошли. Мы пришли в бассейн. Вот здесь детская зона. Все, готовая зона. И вот там вот взрослая зона. Тима, пойдем около входа в бассейн посмотрим, может быть там есть лежак. Это детская зона. Вот там всякие фонтанчики, можно трутить их, включать, выключать. Правда, в детской зоне вода прохладная. Бассейн абсолютно бесплатный для жителей. Майами бич. Надо только зарегистрироваться. Уууу, молодец! А это вот взрослый. Мы из бассейна. Вот он, за калиточкой. Пришли на детскую площадку. Здесь прямо рядышком. Где-то там мой ребенок. Я показывала уже в сюжетах на ютубе. Мне здесь очень нравится, что здесь огорожена детская площадка. И вот там вот есть калиточка, которую дети с этой стороны не откроют. Только взрослые могут открыть. Вон мой ребенок. Ребенок, привет! Привет! Ну как, еще погуляешься чуть-чуть? Или домой пойдем? Я бы хотел что-нибудь взять, поиграть. Да, мы с собой ничего не взяли, поиграть. Может, домой пойдем пообедаем? Ты такой серьезный. Ты такой серьезный. Вот эти вот ножки, которые морщатся. Покажи очки-то, покажи свои очки. Ну. Вау! Ты такой крутой, молодец. Хотел рассказать про американских родителей. Что я здесь, я наблюдаю на площадке. Во-первых, они максимально расслабленные. Дети босиком. Дети там маленькие. Ну, когда они ползают, да ползают. Чуть-то в рот все запихивают вообще по барабану. Дети американские приучены к холоду. Когда мы в кофточках, они типа в майках. Там чуть ли не в трусах. И дети здесь не боятся взрослых. Я вижу у нас в России дети все-таки немножко зашуганные. Они там боятся воспитателей. Они боятся там, что им кто-то что-то скажет. Но есть такое. Вот. А здесь прям вот полный расслабон. Им не то, чтобы начекать на мнение взрослых. Они их не боятся. Они мимо пробегут. Они могут кому-то сказать привет. Там попросить помочь. Ну, то есть очень такие контактные дети не только между собой, но и со взрослыми. Это приятно. И еще я заметила у американских родителей. Они постоянно мотивируют и поощряют своих детей. Там просто слышно. Там well done. Там как здорово. Молодец. Как классно у тебя вот это получилось. Ой, смотри, ничего себе какой-то там быстро. Они в нагонялки играют. Там какой-то быстрый. Неужели там? И вот это вот постоянно. Знаете, такой тренинг личностного роста. Круглосуточный. Давай, давай, ты можешь. Давай, давай, держись. Все отлично. Ничего страшного. Там сейчас попробуешь и получится. Вот мой спрямил там. Просто родители пушат, пушат детей. Все. Да, молодец, молодец, молодец. Мне кажется, вот этому стоит прям, стоит взять себе на заметку. Забыла сказать, еще очень много пап на площадках. Просто иногда бывает больше, чем мама. Они прям гуляют с детьми и со всем грудничками в этих эрго-рюкзаках, слингах. Либо там бутылочка либо смеси, либо сцеженного молока. Они выходят, гуляют. Они при этом хорошо выглядят, да. И прям вот там часа по два, по три гуляют, общаются с мамами, стоят. Ну, то есть прям очень значительная разница. В России, конечно, я тоже вижу много пап, которые гуляют, но они как бы вот так. Такое ощущение, что их заставили. Я думаю, что, скорее всего, так и есть у большинства. Здесь прям вот такая ответственность. У них они делят пополам. Надо покормить ребенка, идет кормить. Надо там с ним погулять, идет гуляет. Смешиваете, что я ем. Там листья салата, порезанная морковка, сырое брокколи, сырая морковка целая. Половинка авокадо. И сейчас посмотрю, чем его заправить. Я надеялась лимонным соком. Лимона нет, но я думаю, что будет соевый соус и мед или масло. А сейчас подумаю, в общем. Смотрите, какое здесь авокадо. Идеальное. Просто. Ни одной точечки, ничего вообще нет. Просто шикарное. Нет, в зеркало не кидай. Нет, ладно. Сейчас принесется. Смешившая собака. Ужас, какой страшный. Страшно-то как. Аккуратно. Тимка на Новый год получил набор Hot Wheels. Там еще машинки дополнительные получил. Он очень давно хотел вот такого тигренка. Мы когда на Бали вылетали, он увидел в аэропорту. Это какая-то необычная серия. В общем, это какие-то известные игрушки с большими глазами. Может быть, кто таких знает. Я видела первый раз. И мы видели такие и в Москве, и на Бали. И в Дохе видели, когда пересадка у нас была. И вот здесь я ему наконец-то подарила. Еще вот такая вот база Hot Wheels. Это парковка. Она здесь с лодкой. Ну, здесь, в общем, база. И мама моя подарила вот такой вот крутой трек. Прям на 35 машин. Здесь парковка вот такая. Вот здесь езжать. И это прям очень круто. Тима в восторге. Играет. Это и как конструктор работает, и как, соответственно, сама трасса. Я хочу ему еще лего подарить, но все потихонечку. Вот. И все вместе получается у нас вот так вот. Еще некоторые детали здесь остались, Тимка. Еще можно продлить трассу. Нет, спасибо. Нет, не надо сейчас. Вот так получается это все. Мы с Тимкой поиграли в Hot Wheels трассы. И он сейчас убирает игрушки. Молодец. Я убрала подушки с его кровати на диван. И мы ложимся спать. Какой конструктор. На сегодня вот все. Влог такой коротенький. Но я надеюсь, вам был интересный и полезный. Я уже готовлю для вас другие видео. Сейчас приду всегда после Нового года и буду-буду снимать. Надеюсь, вы тоже уже оправились от салатов и от сбитого режима дня. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.